К сожалению, не все компании относятся с пониманием к просьбе районных властей погасить задолженность. Вместо того, чтобы предоставить платежные поручения или графики погашения долга, они обозначают лишь причины, по которым не платят, а многие и вовсе не являются на заседание. Так, из 41 приглашенной компании за все время проведения комиссии не пришли 10. Есть и наоборот, сознательные предприниматели. Полностью погасили задолженность перед бюджетом. По результатам, принятым на заседании комиссии, следующие организации. Их 7. Это Лифтек 11,9 млн. рублей, Инвестспецпроект 17,7 млн. рублей, Плаза Групп 1,9 млн. рублей, Горка 2 ООО 1,2 млн. рублей, Гемо Инвест 7,8 млн. рублей, Строй Тера Инвест 2 млн. и АСПК Одинцова филиал ООО ЭКО РОС 3,6 млн. рублей. На этот раз среди должников оказались компания Реол, Радиус, Инвестком, Строй Техинвест, Голицына Монолитстрой, Строительные технологии и другие. Директора предприятий в основном предпочитают отправлять вместо себя на встречу своих представителей. Редко кто держит ответ самостоятельно. Основную арендную плату мы платили, а вот эту возросшую часть, ну можно сказать по техническим причинам не платили. 12 августа это вся задолженность полностью будет погашена, оплачена. 16 компаний вообще никак не отреагировали на просьбу властей погасить задолженность. Администрация района направила письма в Одинцовский суд и Мосгорсуд с рекомендациями мировым судьям обеспечить судебными приказами заявления из налоговых органов на взыскание задолженности. К нами в службу судебных приставов направлено на вчерашний день порядка 1800 судебных приказов на сумму 74 миллиона рублей. Работа продолжается на постоянной основе. Значит только вчера объехав 4 участка мы забрали 360 приказов. То есть это вот постоянная ежедневная работа наших сотрудников. Дальше это ввод базу, просмотр на момент оплаты, потому что оплата идет достаточно активно. И потом уже направление пакета документов нашим коллегам судебным приставам для взыскания. Андрей Иванов подчеркнул, что если должники ничего не предпримут для того, чтобы ликвидировать долги перед государством, то следующие встречи уже будут проходить в суде. Он еще раз напомнил, что выжидательная позиция предпринимателей, которая надеется, что все разрешится само собой, изначально неправильная и долги придется отдавать в любом случае. Есть четкая полномочия и обязанность у нас, как у чиновников. Должен, иди и спрашивай. Вы должны платить, а мы идем и спрашиваем. Спрашиваем жестко, больно, в рамках закона. Ну, это целый процесс. Мы сейчас этот механизм раскрутим, останавливать будет сложно. Комплекс мероприятий по погашению долгов включает в себя тесное взаимодействие администрации района со службой судебных приставов, Росреестром и ГИБДД. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.